Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Меня зовут Александра, я эксперт по испытаниям компании Сингента. На данный момент мы находимся в поле агроцентра Елец в Липецкой области. Мы пригласили кандидата биологических наук, менеджера по устойчивому развитию бизнеса компании Сингента Соколова Елену Александровну. Здравствуйте, большое спасибо, что пригласили меня посетить агроцентр. Что мы с вами можем увидеть на наших агроцентрах? Прежде всего, это стенды с пятью золотыми правилами по безопасному применению средств защиты растений. Пожалуйста, не игнорируйте, прочитайте, это будет очень полезно. Следующее, что вы сможете увидеть, мы вам приготовили, ну, наверное, уникальный вот такой чемоданчик, набор почв, в котором вы сможете увидеть различные типы почв, от темно-серой, лесной почвы, чернозем, темно-каштановую и даже солонцы. Здесь вы сможете рассмотреть и вспомнить уроки почвоведения, различный гранулометрический состав, камни, суписть, суглинок и глину. И вот нижняя часть, она, пожалуй, самая интересная, это как раз здесь представлены этапы деградации почвы под воздействием нашего антропогенного воздействия. То есть это оптимальная куповидная структура с оптимальным количеством агрономических ценных агрегатов, это уже призмовидная структура, то есть уже идут деградационные процессы. Потом уже такие плитки, которые мы, к сожалению, все чаще и чаще наблюдаем при осмотрах. И, к сожалению, вот эта обеструктуренная почва, которая подвергается и ветровой и водной эрозией. И теперь давайте посмотрим, что выросло на наших седеральных полосочках. Мы посеяли три полоски, две травосмеси для того, чтобы показать, как можно улучшить почву. Покажем как раз эти полоски. И еще полоска, которая привлекает полезных насекомых для того, чтобы повысить биоразнообразие популяции полезно, как говорят, бенефициарной фауны. На наших полосках улучшения почвы мы демонстрируем потенциальный рецепт по улучшению почвы. Здесь вы можете видеть злаковую культуру для того, чтобы обеспечивать фитосанитарное состояние, минимизировать риски развития возбудителей болезней, в частности это фузариум. Здесь мы видим бобовые. С помощью бобовых мы добавляем в почву азот. И очень важно, мы, добавляя азот, запускаем процессы образования органического вещества. Как мы знаем, органическое вещество начинает образовываться из-за растительных остатков при соотношение углерода к азоту примерно 28-30 к одному. Обычная солома зерновых имеет соотношение углерода к азоту 80 к одному, а бобовое сыро 14 к одному. И поэтому вот нашей сидеральной смесью, когда она будет у нас перемешиваться потом с оставшимися растительными остатками, мы вот сузим это соотношение и обеспечим эффективное разложение растительных остатков. То есть запустим кругооборот питательных веществ почвы, с одной стороны, и с другой стороны, я все-таки фитопатолог, мы с вами уменьшаем фитосанитарные риски, то есть не разложившиеся растительные остатки, это место нахождения возбудителей болезней. Следующее, на что бы мне хотелось обратить внимание, это на гречиху. На самом деле есть 5 форм фосфора, но, к сожалению, водорастворимой формы только 2, а гречиха имеет корневые выделения с pH 2, и как раз вот эти кислые, сверхкислые, я бы сказала, корневые выделения позволяют перевести из недоступных форм фосфора в более доступную. То есть гречиха, с одной стороны, дает нам зеленую массу, которая будет легко разлагаться и будет предшественником лобильного органического вещества, и с другой стороны, мы существенно повышаем доступность фосфора, что нам также необходимо для выращивания сельскохозяйственной культуры. Кроме того, в нашей смеси здесь представлен лен. Лен рассматривается в данном случае как хороший разрыхлитель почвы. Таким образом, мы с вами получили в одной смеси бобовые, злаковые, гречиху и лен. Вот практически 4 семейства, и таким образом достигли вот этого биологического разнообразия. Сидират, пока он еще сырой, он будет прикатан и в дальнейшем задискован для того, чтобы вот эта сухая смесь смешалась, такая сырая, но уже не живая смесь, смешалась с почвой и запустились те процессы, о которых я говорила. Глифосатами обрабатывать не надо. Так что вот мы бы хотели, чтобы вы посмотрели, как эти смеси работают. Их можно высевать как самостоятельно, как занятой парой, можно также высевать как промежуточную культуру после того, как вы уберете озимую культуру. Но в этом случае, учитывая все-таки то, что большая часть территории нашей страны находятся в таких более экстремальных влажных условиях, пока еще почва была затенена основной культурой и какая-то влага есть, то мы рекомендуем высевать сидиральные смеси, многокомпонентные сидиральные смеси, ближе, сразу же, практически после уборки. Таким образом растения будут использовать влагу, которая была еще в почве, и будут всходить. И еще раз обращаем внимание, что чем более разнообразна наша смесь, чем более богат рецепт нашей смеси, тем мы достигнем больше эффектов и позитивно повлияем на здоровье почвы, которая нам так необходима для наших устойчивых урожаев, для того, чтобы наша почва удерживала влагу, создавала оптимальные условия для роста и развития, бенефициарной, как говорят, полезной микрофлоры, и для того, чтобы наши растения в меньшей степени зависели от экстремальных погодных условиях. Так что приглашаем вас на наши агроцентры, и, пожалуйста, наслаждайтесь видами наших прекрасных полос, которые мы вам приготовили для ознакомления. Спасибо вам большое, Елена Александровна, за столь интересный и подробный рассказ о свойствах той или иной культуры. Записывайтесь на посещение наших агроцентров, и до встречи в полях!